Послание Отца Абсолюта 4 ноября 2020 года Мелодия Души Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, давайте продолжим разговор об энергетической составляющей человека Пятого измерения. Как уже говорилось в моем предыдущем послании, его энергетическая палитра весьма богата, несмотря на то, что он существует уже в однополярном мире. Каким же образом достигается такое разнообразие в высоковибрационном пространстве Пятого измерения? Для лучшего понимания давайте сравним человека с музыкальным инструментом. Вы можете представить себе любой, тот, который вам больше всего нравится. Фортепиано, скрипка, гитара, саксофон, все что угодно, даже барабан. Почему именно с музыкальным инструментом? Потому что из него можно извлечь семь нот, так же, как человек оперирует семью чакрами. Каждая нота, как и чакра, имеет свою особенность и звучит по-разному, в зависимости от того, кто играет на этом инструменте и в каком расположении духа он находится. Из сочетания различных нот возникает музыка, а из различного звучания чакр человека – его эмоциональное состояние. Но в однополярном мире, где отсутствует энергия низких вибраций, чакровая система человека переходит уже на другой уровень существования. Его нижние чакры, вибрационно подтягиваясь к верхним, начинают звучать уже по-иному. Так, первая чакра, полностью сонастроенная с вибрациями Земли, освобождается от своей обязанности отвечать за физическое выживание, что на протяжении многих веков жизни человека в трехмерном мире являлась ее основной функцией, и теперь является своеобразной энергетической пуповиной, соединяющей человека с планетой, на которой он обитает. Вторая чакра, которая раньше отвечала за сексуальное влечение, теперь призвана пробуждать в мужчине мужественность, а в женщине женственность в их божественном проявлении, то есть не просто вернуть людям их истинные природные качества, но и максимально их развить. Третья чакра, ответственная за самоутверждение, которая в трехмерном мире была задавлена низковибрационными энергиями, гордыней, властью, контролем, в пятом измерении преображается. Теперь она излучает энергии самоуважения и самореализации, тем самым высвечивая яркую индивидуальность человека, его самобытности, присущие ему таланты. Четвертая чакра человека излучает вовне всю его душевную теплоту и любовь ко всему сущему на Земле, не разделяя окружающих на своих и чужих, далеких и близких, поскольку энергия единства является на Земле пятого измерения тем фоном, на который ложатся все остальные эмоции человека. Пятая чакра нового человека буквально расцветает и становится главным инструментом его творчества и самовыражения, сонастраиваясь с первыми четырьмя чакрами, которые помогают ей раскрыться еще полнее и ярче. Шестая чакра раскрывает телепатические способности человека, который в реалиях пятого измерения становится главным способом общения между людьми. И, наконец, седьмая чакра и шишковидная железа создают мостик, который соединяет вас с мирами более высоких измерений и со Вселенским банком данных. А теперь представьте себе, что все семь обновленных чакр человека взаимодействия друг с другом создают различные вибрационные мелодии, которые подобным музыкальным произведениям звучат в разных тональностях в зависимости от душевного настроя человека, порой минорного, порой мажорного, но они всегда прекрасны, поскольку несут в себе высокие вибрации любви. Но так как энергия не статична, то эти мелодии постоянно меняют свою окраску, энергетически переливаясь всеми цветами и оттенками. Так создается музыка сфер, которая вбирает в себя божественные мелодии чистых и светлых душ, обитающих в мирах высоких вибраций. Именно поэтому я и сравнил человека пятого измерения с прекрасным музыкальным инструментом, способным извлекать из своей души чудесные божественные мелодии. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Субтитры создавал DimaTorzok